Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы выбрались из дома и приехали в новый торговый центр, который называется Акрополис или Акрополе по-латышски. В общем, недавно он открылся, какой-то самый большой, то ли в Балтии, то ли где. И мы решили с Арсом сегодня потратить впустую прекрасный летний день и приехать таскаться по магазинам и посмотреть, что здесь вообще есть. Потому что привычные торговые центры в Риге нас уже изрядно достали. Нечего нового покупать, а может быть здесь мы найдем для малыша что-то новенькое. Ну и, в общем-то, может быть и для нас. Есть у меня список того, что мне нужно купить. Надеюсь, свои желаемые вещи и предметы я найду. Вот, торговый центр, сейчас мы зайдем. Темень-темень. Малютка моя в коляске спит. Сейчас найду, где мне тут привстать и вам показать. Какой у нас не спит. Как-то так это все должно выглядеть. А я сегодня мега собрана. Очень красиво выгляжу, поэтому в кавычках буду ходить в солнечных очках, как таинственная прекрасная леди. Нацепила сегодня рубашку, джинсы. А, кстати, должна показать вам. Сейчас покажу свои тапки. Вот, мои прекрасные тапки. Я перешла... Перешла я, в общем, на старческую обувь. Потому что с ногой мои дела стали в пять раз хуже, чем было до этого. Нога моя опухла просто как огромный столб. Болит невероятно. В общем, нужно мне будет в спешке после возвращения в Санкт-Петербург отправляться к реабилитологу, какому-нибудь или мануальному терапевту, для того, чтобы ногу мою полечили и вообще собрали меня в кучу. С каждым днем все хуже, хуже, хуже. Поэтому я заказала срочным образом себе беркинштоки, то есть ортопедическую обувь. И хожу сейчас по Риге, в общем, в своих ортопедических сандалях. В надежде, что хоть что-то станет лучше, пока отек у меня не спадает, и все это дело жутко болит. Арс на меня посмотрел, что я тут страдалица такая. В общем, все, у меня болит, лицо у меня какое-то ужасное. И такой говорит, слушай, может мы это, поторопимся со вторым-то малышом? Я говорю, ты что, испугался, что я лавочку прикрою, откажусь? Из-за страданий-то своих физических. В общем, странным взглядом он на меня посмотрел, что женщина-то у него немного разваливается, и к старости лет может передумать второго малыша рожать. Ну, я его пока успокаиваю, говорю, что нет. Да? Привет, привет. Я тут рассказываю о своих бедах с ортопедической обувью, о том, что мне показалось, что ты испугался того, что я могу фабрику-то прикрыть, и маленького второго. Кат, нет, старая женщина не может. Да нет, мы тебя подлечим, мы знаем, в чем проблема. Как-нибудь Дация расскажет полноценно об этом. Короче, подлечить меня собираются. Эх, ладно, пойдем искать, как он называется, детские магазины. Я надеюсь, что я добуду пару вещей, которые мне нужны для, во-первых, хранения и гигиенической сушки посуды. Есть компания Бун, которая в их предложении есть такая сушилка для посуды, на которой баночки и все соски, все-все-все можно сложить, ничего там не приедет и прекрасно все сушится. Вот, это мне надо посмотреть. Потом мне нужно посмотреть спальные мешочки для малыша. Мы с Богом пополам один зимний в Риге нашли. Мне еще нужен второй летний. Даже не понимаю, куда здесь идти. Здесь есть каток, вот за моей спиной. А вот, Арс, смотри, Китзон наверху. Вот там наверху магазин Китзон. Это мой любимый магаз. Ну, второй любимый магаз. Первый у меня в Бэйби-Сити. Сейчас мы сообразим, где найти лифт и как туда подняться. Покажу уже, как это все выглядит. Слушайте, ну торговый центр красивый, да, Арс? Вот Mother Care, но на самом деле меня не радует наличие этих магазинов, потому что я уже понимаю их предложение. И ничего нового там от них не ожидаю. Вот если бы были какие-нибудь еще. Кстати, надеюсь еще найти United Colors of Benetton, потому что у них есть очень классные комбезы для малыша. Если помните, может быть, кто в Инстаграме или где-то у меня на фотографиях видел такой голубенький классный комбинезончик с зайчиком. Он такой демисезонный. И как раз-таки для погоды сейчас в Санкт-Петербурге он бы подошел идеально. Вот, но я нигде его не могу найти, так как здесь считается не сезон, тут еще лето. А в Питере мы появляемся, и там ветер, дождь, и очень-очень холодно. И малыша уже следует одевать в комбинезон, когда отправляешься на улицу. Вот. И в силу того, что здесь опять же лето, то, конечно же, ни зимних, ни осенних вещей в магазинах для малышей еще нет. Поэтому я тут ношусь, ищу свой несчастный комбинезон, и найти его не могу. Вот моя проблема в жизни. Мне в комментариях, кстати, на один из моих видеороликов, доброжелательницы мне писали, что я так запариваюсь на тему грубного вскармливания, потому что в жизни у меня нет проблем. Так вот, нашла я проблему. Мне нужен комбинезон. И фокус у меня слетает почему-то. В общем, не могу найти я комбинезон. Вот моя проблема. Арсик, как ваше настроение? Отлично. Кстати, что меня в этом торговом центре порадовало, что есть комната для мамочек, где можно кормить малышей. То есть ты не будешь сидеть в инвалидном туалете рядом с унитазом, извините, и радоваться тому, что микробы летают там по всему помещению. Есть отдельная комната для мамочек для кормления. Супер, спасибо вам большое. Огромный магазин. Так, я пошла на охоту за комбинезонами. Все лето купальнички одни. Так, где... А, вот мне нужно бону найти. Мне нужно найти бону. О, скидки отлично. Теперь посмотрю. Так, где мои штуки? Так, я не могу найти. Так, 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 так. Что тут есть? Все привычные штуки, все привычные штуки. Так, мои прекрасные янки. Вот они, мои подгузники. Так, где у меня моя М-ка? Я скажу, Ворн, Иксу, М-ка. Вот она, моя М-ка. Я обычно беру вот эти. У меня улыблика. Привет, мать тетя. Привет. Привет, улыбочка. Котенок, привет. Ты выспался? Давай, держи соску, хочешь? Ой, ты боженький. Привет, котенок. Смотри, какая у тебя кофта красивая. Господи. Ой, ты. Рэм, смотри, бибзы. Как думаешь, пойдут? Подождите, сейчас прямое решение. Ну, по-моему, пойдут, да? Эй, ты выспался? Нет. Это, в принципе, нормальное состояние Рэма ежедневное. Щеки надутые, губы бантиком. И сидит в ванне. Ку-ку. 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 Кой-кто недоволен. Ну, я тебя снимаю. Я снимаю. Кстати, у меня есть переноска. До этого не рассказывала про свою мега-переноску, которую я просто обожаю. Я ее искала по всему интернету, потому что мне, естественно, нужна была конкретная отделка, конкретный цвет. Называется компания Lila Baby. Да, Lila Baby. И вот такая красивая у меня переноска для малыша. Видно? Отлично видно. В общем, пока мы особо его туда не помещаем, потому что он маленький, я волнуюсь за его спинку. Но время от времени, когда он начинает капризничать в автокресле или в коляске, я его, конечно, сюда помещаю. Особенно, если нужно куда-нибудь в поликлинику, это намного более удобно. И вот так вот переносить, чем на руках, потому что 7 килограмм мне уже как-то сложновато. Так, на этом детские магазины закончились. Их тут всего два. Мадракеры и Кидзон. Объединены они в один, поэтому... Короче, бунт траву я не нашла. Да, заедем мы обязательно купим ее в Baby City. Там она точно есть, я ее там видела, и там сейчас скидосы. А здесь, ну, не знаю, что еще. Мы погуляем, посмотрим, какие магазины для взрослых. Может быть, тоже что-то прикупим. Но, в принципе, ну, не знаю. Как-то два этажа по кругу, как галерею обходишь, и все. Раз-два и обчелся. Торговый центр закончился. Эх! Малыш мой поел и немного наложил в штаны. Мы пошли искать заветную нашу комнату для кормления и для переодевания малыша. И, в общем, попав в эту мистическую комнату, я немного прифигела. Запускаю здесь только по камерам. Охранник смотрит, действительно ли ты с ребенком. И посмотрите, как выглядит эта комната. Сейчас все покажу. В общем, в углу стоит кресло для кормления. И помимо кресла здесь есть несколько пеленальных столиков. Маленький диванчик для папы, очевидно, чтобы отдыхал. И имеется один ребенок с памперсом полным, которому необходимо поменять попу. А, кстати, слушайте, есть еще микроволновка для того, чтобы подогреть молоко, либо водичку для смеси и так далее. Ох, красота! Давай. Давай, 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 давай. Пойдем, а потом ким лук у тебя. Поместил, чтобы ты немного отдохнул. Давай, ты-ка, музыка маленькая. Давай, Знайки. И так, жорчка. Ой, ты мой! Симпатичный какой-то у меня симпатичный. Где-то? Ребенок. Ну что, похож на мать? Одно лицо. Одно лицо. Пойдем. Купить. Так, где наши с тобой штуки? Давай пойдем, возьмем рюкзак. Опа! Ох, пахнет великолепно. Так, давайте мы с тобой купимся только. Так, давай. Все, постелим папик. Постелим тебя, котютик. Давай, иди сюда. Опа! Все, остальное приватная часть. До свидули. Попка оголяется. Реклама, Матер Вальс. Скрипки с тобой возьмем, потому что, мне кажется, у тебя там катастрофа какая-то произошла. Ух! Говорят, свои какашки не пахнут. Для меня это просто... Оу! Они очень пахнут, котеночка. Когда добавляешь смесь, я уже поняла, что говняшка. Извини, котенок, но пахнет ужасно. Опа! Да? Угу. Так, Рэм. Это просто невыносимо. Так, салфеточки наши где? Что ты смеешься? Как тебе торговый центр? Хороший. А я что-то не в восторге помню. Там большой, простой, но симпатичный. Сделан он классно. По составу. Магазинов я как-то вообще не в восторге. По составу такой же, как и все остальные. То есть, грубо говоря, сюда специально ехать, я как-то смысла не вижу. Единственное, что меня, конечно, с рождением малыша, меня порадовало, отпусти, что здесь, в этом Кит-зон, есть отдел Некста. Но, в принципе, живя в Петербурге, это 3 секунды заказать что-то в Нексе. Да и в Латвии, на самом деле. Я вот вчера заказала на сайте несколько там рамперов, ну, то есть комбинезонов таких на погоду попрохладнее. Комбинезоны, в принципе, это там за 4-5 дней уж точно доставляют на дом и бесплатная доставка здесь в Риге. Поэтому особого смысла сюда ехать я не вижу. Тем более, что тех вещей, которые я в интернете заказала, в магазине не было. То есть тут очень-очень скудный такой basic-basic стандартный выбор. Поэтому, в общем, я как обычно не очень всем довольна. Да, бублик? А так, в общем... А, и, конечно же, эта комната меня впечатлила. Вот только ради этой комнаты я бы сюда приезжала малыша переодевать. Знаешь, с малышом очень удобно. Во-первых, всего два этажа, не нужно. Там лифты большие. Ну, это да, лифты хорошие. И езды погулять, в общем. Короче, у нас сейчас мерка всем публичным местам, заведениям и всему остальному – это малыш. Потому что, понятно, когда появляется у тебя вот этот маленький человек, то, в принципе, у тебя вариантов посетить что бы то ни было немного. То есть ты исключительно ориентируешься по тому, есть ли где малыша покормить, есть ли где его переодеть. И насколько, скажем так, для деток дружелюбное место. Потому что не хочется приходить в какой-то фэнси ресторан и мешать людям, скажем, плачем малыша, если он там капризно себя ведет. Как-то понятное дело, что все люди все понимают, но я себя ставлю на место других и понимаю, что если я там нарядилась и в какой-то веке выбралась в хороший ресторан, я не хочу целый вечер слушать плач ребенка. Не знаю. Мне как-то не очень, да, малютка? Поэтому в эту комнату для малышей прям отдельный плюс. Такое я еще не видела нигде. Это очень круто. У нас до дома намечается супер пикник. Мы заказали для детей специальную горку, так как приедут и мои родственники, и мой брат с женой с детьми, и подруга моя с малышами. В общем, будут они там по саду скакать на своей горке. А ты будешь лежать и наблюдать, да, за всеми, следить за порядком, хотите? Кстати, здесь стоят наши эти мусорники, только без картриджей. Картриджи они вставлять не стали, это Томи Типи Сен-Дженик, без картриджей. Для повеличенного туалета они действительно слишком дорогие, и понятное дело, что никто эти картриджи туда вставлять не будет. Так, буквально, давай, мама, тебя возьмем, да? Сейчас я завтра разберусь, быстренько, как ее одеть. Так, котенок, готовый мы с тобой. Давай, вези ко мне. Иди мой котеночек, давай, мой сладкий. Библик тебе твой вставляем, потому что ты можешь на маму сейчас надуть, да, котенок? Так, так, давай, лапку, давай эту лапку, и вторую лапку, и что? Так, тыкс, 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 сейчас. Держись, котенок. Так, ручку, ой, ты мой сладкий. Только она, мама, не блюй. А, готов? Ну, вот так, давай, сейчас застегну. Так, как у нас тут получается? Ой, ты привет. Привет, моя тетя. Привет, моя матють. Привет. Привет, малыш. Ну, удобно тебе, котенок? Удобно тебе, в общем. Так можно поднять, если малыш спит. А если малыш не спит и глазеет по сторонам, вообще можно эту штуку опускать. Вот такая вот переноска. Безумно удобная, эргономичная. В принципе, не ощущаю 7 килограмм малыша. И хоть целый день можно ходить. Да? И бед не знать. Катють, пойдем? Все, мы пошли. Угу. Пойдем. Ну, что ж, приехали мы, наконец-то, домой. Полдня протаскались по этому торговому центру. По итогу заехали еще в пару магазинов, в том числе в детский магазин Baby City в Риге, в котором я нашла вот свою траву. Сейчас покажу, что она из себя представляет. Не буду много долго рассказывать. На самом деле дам обзор этой штуки после того, как я пользуюсь ей хотя бы несколько дней. Но сам принцип у нее вот такой вот. Она в такой пластмасске, ты ее держишь. И, собственно, вот эта трава, на нее складываются только что-нибудь здесь. Ну, грубо говоря, бутылочки вот таким вот образом складываются и сохнут. То есть ты помыла, ничего не преет и прекрасно вентилируется и сохнет. Так что трава супер, будь здоров. Что мы еще купили для малыша? Также купили слюнявчики. Кстати, он там пытается заснуть. В общем, слюнявчики купили. Один уже испробовали. Очень-очень довольна. Рэм торжественно на свой слюнявчик блеванул, отрыгнул. Поэтому и ничего не протекло. Так что точно знаю, что качество слюнявчиков Next самое-самое лучшее. Поэтому я не жалею, что именно эти мы и приобрели. И, наверное, все. Помимо еще подгузников, ничего больше сегодня не нашла. Спальных мешочков для малышей я также не нашла. Поэтому придется заказывать на Амазоне. Пойду посмотрю, чего мой малыш там потихонечку поднывает. И, наверное, будем готовиться уже к обеду. Потому что все проголодались, устали. И уже пора немного отдохнуть и чего-нибудь съесть. Я уложила Рэму спать. Там еще что-то. Гуль, лаби. Чуть-чуть. Как ты, Рэма, мэра? И, Стас, ты как сонс-то, Рэма, мэра? Ну? Чуть-чуть. Багу, лаби, сам чуть-чуть. Лауда, писем. Паскопис. Так, а кури, а? Не лаби, давай, саку, внимание, мальчика кури, а? Это Адам, мой племянник любимый. Он приглядывает за монитором, чтобы Рэм спал и не плакал. Он мне по-латынски сейчас говорит, что Датса Рэм чуть-чуть поспал, чуть-чуть поплакал. Он сейчас опять чуть-чуть спит. Так что я здесь жду, пока Рэм уснет. Ах, и мы сможем пойти на улицу. Мы организовали экспромтом пикник. Мы поставили детям надувную горку. Мой муж сделал шашлык. В общем, сам его мариновал. Планировали мы этот пикник на завтра. Но так как сегодня все как-то собрались и изъявили желание, то мы, приехав с торгового центра, все организовали сегодня. Я думаю, что на улице там у них веселье. Мы пока здесь с малышом. Надеюсь, что скоро Рэм уснет. И пойду посмотрю, что же у нас там на улице. К нам приехали друзья. У нас куча детей. Просто какой-то детский садик. Так что сейчас выйду. Попробую для вас снять и показать, чем же мы тут занимаемся. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И, в общем, будет вам счастье. На этом сегодня все. Пока. Адам следит за тем, чтобы Рэм спал. Ну, давай. Давай, погайдай. В общем, вот так выглядит наш сад. Ух, полный развал. Куда ты гриб? Адам, скажи чаю. Чаю. Здесь у нас уголок маленьких детей. Класс. Арсик сам мариновал шашлык. Сейчас я маме сниму и... Маме. Спасибо. Пошла я. Маме. 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 сейчас мы еще туда лучка положим еще вот это все туда у нас шарлотка с яблочками у нас шоколадная колбаса это космос и зоя сделала нам торт суфле из маракуйя что и 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